Масс Эффект 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 Дело, как обычно, в удивительной самонадеянности кампании. В разработку влили сто с лишним миллионов баксов, а прогноз задрали до небес. Супергеройский латекс не выдержал такой ответственности и затрещал по швам. По данным аналитика Дэвида Гибсона, продажи составили 3 миллиона копий. Между тем у Ubisoft все гладко. В первый день Assassin's Creed Valhalla привлекла в два раза больше игроков, чем Odyssey, за тот же промежуток. Наш Алексей Лихачев от викингов-ассасинов в восторге. Рецензию ищите под роликом. Где-то там же есть кнопка «Нравится». Смело жмите. Продолжаем короткими новостями. Лавина переносов, запущенная Cyberpunk 2077, зацепила еще одну игру — The Medium. Новый хоррор авторов Layers of Fear переехал на 2021 год, хотя ожидался в следующем месяце. Electronic Arts подтвердила, что новая Battlefield невиданных масштабов выйдет осенью 2021 года. До апреля 2022 запустят следующую Need for Speed от Criterion. И она якобы поразит прорывной графикой. Того же ожидаем от Gran Turismo 7, которую, как выяснилось, планируют выкатить в первой половине следующего года. Тогда же выйдут Ratchet & Clank Rift Apart и Rog-like Shooter Returnal. Учередь Horizon Forbidden West наступит позже, во второй половине 2021-го. Когда-то в следующем году выпустят третью часть антологии The Dark Pictures под названием House of Ashes. На этот раз пугать будут демонами в арабских пещерах. Надеемся, ситуация с Little Hope не повторится. Еще один посредственный фанфик вместо сценария мы не вытерпим. Релиз на ПК и консолях обоих поколений. Новая игра создателей Dishonored обрела точную дату выхода. Экшен о временной петле Deathloop появится 21 мая на ПК и PlayStation 5. Позже к списку платформ добавится новый Xbox. А фильм по Mortal Kombat дату релиза потерял. Премьера была назначена на 15 января, но к этому времени кинотеатры вряд ли начнут работать во всем мире. Поэтому авторы решили подождать. Сериалу по Ведьмаку повезло меньше. Съемки опять остановили. У нескольких сотрудников нашли ковид. Премьеру надеются устроить в следующем году. Тем временем производство сериала по Хейло идет полным ходом. На роль Картаны нашли новую актрису. Ее сыграет Джен Тейлор, чьим голосом персонаж разговаривает в основных играх серии. Правда, непонятно, увидим ли мы ее на экране. Возможно, ее участие касается только озвучивания и захвата движений. Первый сезон должен стартовать в начале следующего года. Какие проекты вышли совсем недавно и какие выйдут на следующей неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Геймс Блендер». В раннем доступе Steam и GOG выпустили Prodeus — еще один перспективный ретро-шутер. По крайней мере, для тех, кто не знаком с Brutal Doom. Пока есть кампания на 4 часа с демонами, кровищей и саундтреком от Эндрю Хульшульта. Полная версия с мультиплеером ожидается где-то через год. Любители чего-нибудь поспокойнее могут поиграть в Tetris Effect Connected — расширенную версию лучшего Тетриса на свете с новыми мультиплеерными режимами. Переиздание вышло на Xbox двух поколений и ПК, и доступно в Game Pass. В подписку также включен сборник The Master Chief Collection, который во вторник получит улучшения для новых ящиков, в том числе поддержку 120 кадров в секунду. Тогда же Halo 4 доверется до ПК. 17 ноября в России начнутся продажи новой ретро-консоли от Nintendo. В честь 35-летия Super Mario Bros. компания решила переиздать свою самую первую портативную систему — Game & Watch. Разнообразия развлечений не ждите. Оригинальные консоли, как правило, предлагали всего одну игру, как и советские аналоги из серии Электроника. В новой версии предустановлены целых три. Первая часть Супер Братьев — хардкорное продолжение под названием The Lost Levels и The Ball в духе «Волк ловит яйца». Помимо этого, во вторник выйдет Mortal Kombat 11 Ultimate для ПК и консолей нового и прошлого поколений. Издание включает весь контент и трех новых бойцов — Мелину, Рейн и Рэмбо. Последний, кстати, говорит голосом Сильвестра Сталлоне. Одновременно появится сборник Serious Sam Collection. В него входит переиздание двух первых частей, а также третье и дополнение — платформы Xbox One, PlayStation 4 и Switch. В пятницу игротеку Switch дополнит еще один крупный эксклюзив — экшен с эпичными битвами Hyrule Warriors Age of Calamity. За сто лет до событий Breath of the Wild игроки будут спасать королевство Hyrule от Ганона в роли разных персонажей, в том числе Линка и Зельды. Помимо сражений обещаны головоломки, прокачка и крафт. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok